Все, я включаю тогда запись. Всем привет! У меня еще прямой эфир идет в Инстаграм. Здравствуйте всем! Сегодня у нас тема, которая очень-очень нужна. Это тема полезный продающий контент и продажи через тексты. И вот, что я хочу сказать, что эта тема очень нужна всем тем, кто привык строить свой бизнес через интернет. Потому что то, как вы преподнесете себя, свою информацию, себя как специалистам, людям от этого будет зависеть, конечно же, ваш бизнес, ваши деньги и ваш успех. Скажите, пожалуйста, интересно ли вам эта тема, продающий контент и продажи через тексты? И кто-то, может быть, уже себя считает специалистом в этой области. Очень интересно, да, я смотрю. Если кто-то, кто уже хорошо в этом разбирается и кто понимает, что он уже специалист. Поставьте единички специалисты, кто уже прям вот чувствует, что у него на его контекст, на его тексты приходят люди и пишут, что да, ты крут, ты делаешь такие результаты. Если таких пока нет, нет предела совершенства, это шикарная фраза. Вот Алия пишет, да. И поэтому я все-таки вижу, что тема нужная, тема полезная и тема интересна для любого вида бизнеса. Потому что у нас есть люди, которые занимаются не только сетевым маркетингом, MLM бизнесом, но и ведут какой-то классический бизнес, я тому пример. И через интернет можно продавать все, любые знания, любые продукты. И поэтому, конечно же, вам это пригодится в любом случае, независимо от того, чем вы занимаетесь. Итак, я сначала хочу представиться, потому что не все, возможно, меня знают. Меня зовут Елена Коваленко. Я топ-лидер компании BSC, французская компания. Партнером являюсь я этой компании. Любящая жена, мама, дочь. У меня высшее филологическое образование, коммерческое образование. Я заканчивала курс онлайн-продвижения MLM, поэтому являюсь специалистом в этой области. Бизнесом занимаюсь с 2012 года. До этого я, как многие из вас, наверное, была наемным работником и прошла несколько лет вот такой вот наемного труда, наемной деятельности. И поэтому сейчас я очень счастлива, что я занимаюсь собственным бизнесом. И мне очень нравится то, что я успешно продвигаю этот бизнес онлайн, потому что за год мы достигли. Результаты стали номером один в нашей компании, с которой мы партнеримся. Поэтому я уверена, что интернет – это как раз тот путь, с помощью которого можно сделать огромные крутые дела. Одну секундочку. Итак, продолжим. О себе я немножечко рассказала. Какой у нас на сегодня план? Итак, первое – это столпы копирайтинга, на чем же он держится. Принципы, типы контента, схема продающего поста, как определить темы, которые именно вам подходят. И в конце я дам вам бонус, очень интересный – это темы постов, которые будут очень актуальны для всех тех, у кого бизнес связан с MLM. Итак, погнали. Первое – это, конечно же, нам надо узнать все основы копирайтинга. Я вкратце сейчас расскажу, потому что тема эта очень обширная. Эту тему мы тоже будем вам обязательно давать. Но нужно рассказать хотя бы вкратце, на чем же основано правильное написание текста. Первое, что очень важно знать – это идея. Идея очень важна. На самом деле, поверьте, в голове у каждого из вас полно идей. Вы просто, может быть, их не умеете оттуда вытаскивать. Согласитесь, каждый из вас – это генератор идей. И их очень много, потому что они основываются на вашем жизненном опыте. Поэтому, если у вас в голове вдруг появляется какая-то идея, какая-то тема, на которую можно записать пост, вот она у вас возникла. Как вы знаете, самые лучшие идеи возникают неожиданно. И они приходят откуда-то сверху. То есть мы являемся проводниками. И вот эти идеи, которые возникают неожиданно, их надо обязательно где-то записывать. И как раз на эти темы вы можете делать посты. Очень хорошо, если вы будете записывать это либо в вашем блокноте, либо можете использовать любой гаджет. Очень удобно завести в том же телефоне записную книжечку. Есть куча программок для этого, в которые вы можете записывать свои мысли. Вы их также можете делить даже на различные папочки, на различные тематики, чтобы не запутаться. Из этих тематик вы уже будете сооружать ваши посты. Поверьте, это самые крутые посты, которые у вас будут. Не те, которые вы сели и написали, ну, скажем так, осознанно, а те, которые у вас бессознательно выходят из вашего сердца, из вашей головы. Это будут самые крутые посты. Поэтому воспользуйтесь этой идеей. И в течение дня записывайте ваши мысли на телефон. Это будет очень круто, поверьте. Второе – это письмо. Как вы будете писать, будет зависеть только от вас. Но поверьте, люди не хотят видеть робота. Люди хотят, чтобы то изложение, с помощью которого вы передаете свои тексты, было живым. Чтобы в этом изложении был весь ты. Можно я на ты буду обращаться, чтобы конкретно к тебе каждому я могла вынести свою мысль. Когда ты слышишь, когда ты можешь передать свою живую идею человеку, он это обязательно почувствует. Поэтому я большой противник копирования. Не надо брать чужие мысли никогда. Не надо копировать сухие тексты. Бери свою мысль и наполняй ее жизнью. Человек должен чувствовать тебя, твои мысли, твои какие-то мечты, твои какие-то идеи, которые ты хочешь человеку передать. Это очень важно. Следующий момент это редактирование. Когда вы редактируете уже подготовленный текст, обязательно поработайте над тем, чтобы текст не был сухим. То есть подумайте, где можно вставить какой-то акцент, на который человек обратит внимание и услышит вас еще лучше. Который его зацепит. Обратите внимание на какие-то усилители в тексте. То есть что-то, что привлечет очень сильно внимание человека именно к вашему письму. Опять же, чтобы оно не было какое-то сухое, нужно обязательно в каждом абзаце какой-то усилитель такой сделать эмоциональный. Следующий момент, что-то у меня здесь не совсем красиво получилось. Принципы. Есть принципы копирайтинга. Например, первый принцип это... Это что у нас тут происходит? Имидж и копирайтинг. Да, все правильно. То есть у вас должен быть определенный имидж. Когда вы тексты преподносите, они все должны быть приблизительно в одном стиле, который характеризует вас как специалиста в этой области. То есть через тексты вы формируете вашу экспертность. Правильно ли? То есть вы хотите себя показать как специалиста в области, потому что вы знаете, что идут на человека. То есть пойдут конкретно не на ваш текст, не на вашу компанию, а пойдут на человека. Поэтому вы должны индивидуальность какую-то проявлять. Опять же, вы должны ставить обязательно пробелы. Вы должны правильно излагать этот текст. И не забудьте про грамотность, конечно же. Следующий принцип это конкретика в тексте. То есть вы должны обязательно четко доносить мысль. Не надо никаких размытостей, да, то, что человек не сможет понять. Если вы конкретно берете какую-то тему, излагайте ее, пожалуйста, более конкретно. Первое, второе, третье. То есть те основные мысли, которые идут друг за другом и которые вы хотите изложить человеку. Все у меня сладенькие что-то попортились. Не проследила я за этим моментом, уж простите. Принцип номер три это аргументация. Потому что мы все можем излагать свои мысли и говорить, вот я считаю, что этот продукт замечательный. Или я считаю, что мой бизнес это самый лучший бизнес, или моя компания. Но люди не любят вот этих вот пафосных фраз. Люди любят конкретику. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание. Обязательно у вас, когда вы что-то излагаете, должно быть минимум пять причин, почему это правильно. То есть минимум пять видов аргументации. То есть, например, в этом бизнесе я считаю, что можно заработать один миллион евро в нашей компании. Почему? Потому что первое, допустим, да, я уже прошел половину маркетинг-плана, у меня это получилось, я могу пройти это дальше. Вот, допустим, какой-то факт приводите к этому. Второе. По нашему маркетинг-плану конкретно мы имеем право получить этот миллион евро, когда пройдем, допустим, у нас будет 23 директора в первой линии, все, мы получаем премию и так далее. То есть вы показываете факты определенные, и чем их больше, тем лучше. Но тоже не надо перебарщивать, да. Пять-восемь фактов, подтверждающих правильность вашего текста какого-то, они обязательно должны быть, иначе люди просто вам не будут верить и не будут доверять. А доверие, это, как известно, очень важно. Вот я хочу сейчас вас спросить, когда вы пишете какой-либо текст, подтверждаете ли вы свое высказывание аргументами, знали ли вы вообще об этом и делаете ли вы акцент на это? Да, вот, например, если вы рассказываете, я приглашаю вас в бизнес, почему я приглашаю вас сюда, и почему именно к нам в компанию вы должны прийти, да, это самый простой такой пример. Или вы, например, рекомендуете почитать какую-то книгу или посмотреть какой-то фильм. Пять аргументов. Вы пишете, почему человек, в принципе, должен сейчас взять, скачать книгу или пойти в книжный магазин, купить эту книгу или заказать онлайн. И почему он должен вообще послушать вас и должен прочитать. Не забывайте, что все это нацелено на вашу целевую аудиторию. Все аргументы, которые вы приведете, они должны быть интересны конкретно вашей целевой аудитории, а не размытому сообществу какому-то. То есть я смотрю, что никто никогда не подтверждает, да, никто мне не пишет. Значит, вы просто пишете, что вот я так думаю, да, как говорится. Но почему вы так думаете, никто аргументы не приводит. Вот теперь подумайте, видите, вы выпускаете такой главный компонент, он очень важный. Пусть он не самый главный, но он один из самых важных компонентов. Поэтому, может быть, ваши тексты не являются продающими. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Следующий принцип – это понятность текста. Не нужно писать на языке, который не понимает ваша целевая аудитория, ваш аватар. Я понимаю, что, может быть, вы начитанный и у вас очень большой лексикон. Но не нужно писать те слова, которые не поймет обычный человек. Да, то есть, который не понимает 80% людей. Когда вы пишете, используйте простые слова. Простота – это все-таки ваш друг должен быть. Но соблюдайте, опять же, конечно же, орфографию, грамматику, потому что тоже безграмотным человеком показаться не нужно. То есть, если есть слово попроще, используйте его. Не умничайте, скажем так. Кто из вас встречал такие тексты, когда вот читаешь этот текст, и ты не можешь понять половину слов, да, о чем вообще речь? Ну, то есть, они не воспринимаются тобой, да, нормально, нелегко читаются. Вот встречали ли вы такие тексты, которые, с помощью которых люди пытались продать свой бизнес или свой товар? Напишите, пожалуйста, кто уже с этим встречался. Да, вот Валентин пишет. Конечно. Да, на самом деле часто такое бывает, поэтому никогда не пытайтесь сумничать. Если вы даже знаете какое-то высокопарное слово, которое людям, может быть, кому-то будет понятно, ну, не надо этого делать, потому что для чего? Вы же пишете текст не для того, чтобы показать свою грамотность, а вы пишете текст для того, чтобы людям было понятно. Никогда не забывайте, что вы делаете текст для людей, а не для себя. Принцип номер пять. Краткость сестра таланта. Смотрите, предложения должны быть понятными, они должны быть короткими, и у вас абзацы должны состоять из четырех-пяти предложений. Не надо впуливать весь текст в один абзац. Это нечитабельно, людям некомфортно это читать, им это неинтересно читать. То есть, пожалуйста, разделяйте на абзацы. По поводу смайлов, что я могу сказать? Смайлы очень часто зависят от вашей целевой аудитории. Подумайте, кто ваша целевая аудитория. Если это бизнесмен, серьезно настроенный, ему не нужно куча смайликов дурацких вот этих, он не будет как бы желать это видеть. Но если это, допустим, молоденькие девчонки, которые, вы знаете, что сами их любят использовать, пожалуйста, сколько угодно, это можно применять. Так, следующий момент. Писать нужно обязательно интересно. Интересно, чтобы было не только вам самому, чтобы интересно было в первую очередь вашему читателю. Всегда помните о том, для кого вы пишете и какая цель написания. Цель такая, чтобы человек, который это прочитает, заинтересовался вами. И, естественно, вы можете добавлять юмор, вы можете добавлять какие-то интересные моменты, пошутили где-то. То есть, нужно, чтобы это было сухо. Человеку должно быть интересно. Подумайте, что конкретно вашей аудитории может быть интересно. Какое изложение, как это должно все выглядеть. Для тех, кто только что присоединился, потому что я веду еще параллельно прямую трансляцию, я хочу повторить тему, тема наша продающий контент, как писать продающие тексты, посты для того, чтобы в ваш бизнес приходили люди. И мы разбираем сейчас принципы. То есть, принцип номер семь – это вежливость. Вы знаете, очень часто я наблюдаю такое в текстах, что люди любят, ну, можно в кавычках это назвать, понтануться. И поставить себя выше других. Такие речи, что, например, ты дурак, ты работаешь там на дядю, на тетю. Ну, вот грубо говоря, да. А я вот, посмотри, такой крутой, я так сижу и бизнес строю, и на канарах отдыхаю и так далее. Поймите, что подсознательно вы унижаете человека, то есть вы унижаете вашу уже целевую аудиторию. Ни одному человеку это понравится не может. Поэтому, большая просьба, уважайте людей, будьте вежливыми. Не ставьте себя выше их автоматически. Человек это подсознательно считывает, он к вам просто не придет. Вы потратите много сил и времени, но человек вам не придет, потому что вы его уже подсознательно в этом тексте унизили. Не делайте таких вещей. Думайте, когда вы напишите текст, ставьте себя на место человека и попробуйте подумать, будет ли ему приятно то, что вы написали. Обязательно будьте корректными и вежливыми. То есть не нужно диктовать, назидать, мол, ты вот такой вот глупыш, а мы тут все умные сидим и пишем тебе текст, как заработать тебе денег. Нужно этого делать. То есть человека и облизывать не нужно, да, с одной стороны. Но и нужно уважать. Вот эту золотую середину обязательно нужно придерживаться. Следующий момент это оформление. Я еще раз повторюсь, про грамотность. Обязательно обратите внимание, чтобы текст был читабельный. То есть посмотрите, вы можете поначалу, пока вы не уверены в том, качественно ли вы написали текст, читабельный ли он, да, соблюдены ли вот эти все моменты. Вы можете давать другим людям почитать, посмотреть. Это может быть там, допустим, ваш информационный спонсор или ваши друзья или кто угодно. Ваш коллега, да, партнер. То есть пусть люди проверяют. Можете опрос устроить даже такой, да, среди людей. Вот я написала, допустим, пост. Скажите, пожалуйста, что бы вы поменяли в этом посте, да. И люди уже, вы таким образом вовлечете людей и станете интересными людям. Значит, в принципе, я рассказала вам о самых таких моментах копирайтинга. Об этом можно говорить очень много. Но вот самое основное сейчас я вам дала. То, чего нужно придерживаться, когда вы пишете текст для своего поста или блога. Итак, типы контента, да, они, оказывается, делятся на различные типы. И тип контента вам обязательно нужно определить. Почему? Потому что нельзя давать только один тип контента постоянно. Есть определенные правила, которых у разных специалистов, они трактуются по-разному. Но есть все равно какие-то моменты, которых нужно придерживаться. Смотрите, есть продающие, познавательные и развлекательные. Их нужно обязательно чередовать. Не забывайте об этом, пожалуйста. Так, что же такое продающий тип контента? Он направлен на то, чтобы купили ваш продукт. Какова его структура? Вы должны предложить продукт, сказать, в какой точный срок можно, допустим, к вам за этим продуктом обратиться. И обязательно в конце должен стоять призыв к действию. Продающие типы тоже делятся на две категории. Горячие и утепляющие. Горячие. Получение заявки или до акции специальные предложения, скидки, купите у нас. То есть они, которые действуют конкретно на какой-то короткий момент. Они очень хорошо работают, но ими нельзя забрасывать людей. Утепляющие подогревают постепенно интерес к вашему продукту. То есть вы демонстрируете товар, услуг, отзывы, стори-тейлинг, то есть какие-то истории про ваш бизнес, про ваш продукт, то есть про то, что вы конкретно продаете. То есть они уже могут кидаться каждый день, через день, то есть смотря какая у вас, опять же, аудитория. Познавательный. Направлено на то, чтобы дать максимум полезной информации. То, что вы даете людям бесплатно. Что это может быть? Напишите мне, пожалуйста, кто пользуется контентом бесплатным, полезным, познавательным, и какие виды вы даете своим людям. На своих страничках, в соцсетях, на своих каналах, на своих блогах. Расскажите, пожалуйста, чем лично вы пользуетесь, и какие они существуют, по вашему мнению. Как специалиста в области МЛМ, да, на данный момент, что вы даете своим людям? Жду. Жду, 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 что же вы напишете. Давайте, ребят, работать, потому что, если вы не работаете вместе со мной, то результат от этого вебинара будет очень маленький. Вебинары всегда нужно прорабатывать обязательно, чтобы были у вас результаты. Поэтому давайте включимся и очень внимательно этот момент проработаем. Итак, какие вы даете полезные советы? Марья, вы даете ссылки с YouTube. Хорошо, но нужно давать полезность именно от себя, чтобы показывать себя как специалистом, а не кого-то другого, кто на YouTube преподносит этот момент. Поэтому обязательно я рекомендую снимать собственные видео, где вы показываете себя как специалиста. Писать тексты свои, да, то есть, например, вы можете рассказать людям, в чем польза вас, да, почему вы полезны именно в конкретном бизнесе, каких результатов вы добились и чему вы можете научить человека. Какое-то руководство, да, обзор продукта, например, ответить на вопросы людей, тоже вас как эксперта в этой области покажут обязательно самые распространенные вопросы. То есть, очень много, вы можете разрушить какие-то мифы, да, если вот человек думает что-то, например, о каком-то моменте, вы можете рассказать ему, что это совсем не так, и опять же, не забывайте, что пять фактов каких-то нужно привести. То есть, нужно, чтобы вы себя, конкретно себя, показывали как эксперта. Вот Евгения пишет, ответы на вопросы, обзор продукта. Да, то есть, вы человеку даете полезность, даете полезность, можете рассказать о каком-то продукте. Да, и человек будет знать, чем же он полезен и почему стоит его применять. Показать всегда есть то, Мария, не обязательно это видео, да, но вы можете рассказать какой-то момент, о котором вы уже знаете. На самом деле, таких моментов много в голове. вы читаете определенные статьи, да, какие-то на тему здоровья, например, на тему, может быть, бизнеса, света детского стоматолога. Да, если, в принципе, ваша целевая аудитория мамочки, можно давать все, в принципе, что касается деток. Но больше, если все-таки вы на бизнес хотите, не забывайте, что этим же мамочкам нужно давать какие-то советы по бизнесу. Например, как совмещать уход за детьми, да, ну, самое такое вот простое, что я могу предложить. Как совмещать уход за детьми с бизнесом, да, то есть, что наш бизнес, его можно вести, не выходя из дома, например, и еще так-то. То есть, например, 5 полезностей, да, 5 аргументов, почему можно совмещать MLM бизнес, к примеру, с уходом за детьми. Вот это все, это полезности. И все это познавательный контент. А также контент бывает развлекательный. Люди, на самом деле, очень любят развлечения, вы это все прекрасно понимаете. Если вы будете только нудную, скучную информацию давать на своих страничках, то люди от вас будут уходить. Я вам сразу скажу. Поэтому людям интересно, во-первых, следить за вашей жизнью. То есть, те, кто не стесняется выкладывать, допустим, либо каким-то причинам не могут этого делать, есть различные причины к этому, но в основном не нужно этого бояться, а показывать свою жизнь. Как вы развлекаетесь у людей, это будет вызывать эмоции. Как вы отдыхаете, как вы общаетесь со своей семьей, как вы занимаетесь спортом. У людей это будет вызывать эмоции, потому что они такие же люди, как и вы. А целевая аудитория, это, в принципе, такой же человек, как вы, со схожими с вами интересами. Соответственно, ему будет интересно, чем же вы занимаетесь. И если вы в своих, скажем так, в своем образе жизни очень похожи на этого человека, то есть много шансов, что человек заинтересуется вами как личностью, и потом придет и купит ваш продукт и ваш бизнес. Поэтому показывайте свою жизнь обязательно. Показывайте те достижения, которые вы в своем бизнесе приобрели. Показывайте те путешествия, те подарки от компании, например, с которой вы партнеритесь. И пишите различные интересные моменты, шутите, скидывайте интересные какие-то фотографии из жизни, картинки. Но я все-таки рекомендую побольше себя. То есть, если даже вы показываете какой-то продукт, можно придумать какой-нибудь курьезный, веселый случай с этим продуктом, сделать фотографию, и ребенка своего, допустим. И очень мне понравилась недавно девочка из команды моего спонсора, она сделала, она свою маленькую сестричку, сняла такое коротенькое видео, как сестричка показывает, как наносить макияж. Да, ну и это получилось очень весело, интересно, и мне, например, это очень понравилось. То есть, вот такие вот моменты тоже можно показывать обязательно. И какова же схема предающего поста? Это то, что самое интересное. Значит, предыдущий пост должен состоять из шести моментов. Первый обязательно должен быть заголовок, в котором вообще понятно, о чем вы сейчас будете человеку говорить. Потому что иногда, конечно, пост начинается вообще с непонятных каких-то моментов, и о чем речь, мы даже не знаем. Очень хорошо задать какой-то вопрос, который, вы можете понять, что этот вопрос будет близкий вашему клиенту, вашей целевой аудитории. Да, например, который зацепит его больное место, скажем так. Когда, например, ты еще не знаешь, как путешествовать два раза в год бесплатно, ну, вот что-то из этой серии, да, можно. И потом вы уже будете писать дальше. Ну, это уже является вторым пунктом обращения к целевой аудитории. То есть, вы можете обратиться, задав вопрос вот такой. То есть, человек привык, что если ему задают вопрос, то нужно на него дать ответ. Это уже автоматически у него происходит. и поэтому этот момент очень, я считаю, важен. Задайте обязательно человеку вопрос. Потом на него ответьте. Вовлеките. Уже идет дальше третий пункт. Интерес вовлечения. То есть, если вы знаете, что человеку это интересно, то вы можете рассказать, что именно в нашей компании, да, есть вот такой момент. Это уже будет четвертым пунктом, решением проблемы. То есть, у нас вы выполняете определенные условия. То есть, третье, интерес и увлечения. А я уже вот еду, например, да, там на Мальдивы, на круизном лайнере. Я уже еду. А как я решила эту проблему? А вот как. Я просто пришла в компанию Биоси, да, к примеру. И за год я, сидя дома, с телефоном, с компьютером, вот мне компания подарила вот такое путешествие. И вот в сентябре я опять в Испанию еду и так далее. То есть, решение проблемы вы даете, да. И тут же вы вот эти факты все даете. Пять фактов минимума, которые подтверждают, что здесь возможно это сделать. Вот у меня уже я сделала, у меня вот такой результат. И вот компания дает. И вот это все вы описываете. Не забывайте подтверждать фактами людям, потому что, ну, как говорится, на заборе тоже написано, поэтому обязательно нужно это все рассказать, подтвердить. Если вы описываете какой-то продукт и говорите, что он безопасный, то дать подтверждение этому должно быть обязательно в поводу того, что сертификат можно приложить, да, о продукции, можно разобрать состав продукта на сайте экоголик. И так далее. То есть, описать, почему этот продукт действительно безопасен, например, для вашего ребенка. Какие-то должны быть сроки, дедлайны, например, при приобретении товара со скидкой там 33% и в подарок вот сейчас идут два крема, например, вы пишете, что это вот только, допустим, по 25-е число, да, только три дня, там, с 21-го, там, по 23-е, включительно вы можете приобрести, то есть, человека это стимулирует сделать быстрее. Это что касается продукции, да, что касается, например, бизнес-партнерства, то можно говорить, что я сейчас вот команду набираю, хочется пять человек активных, три уже есть, вот два человека мне нужно, в течение трех дней я как раз набираю себе команду этих людей, присоединяйся ко мне, и я тебе научу и дам тебе какой-то еще бонус, да, если ты в эти три дня ко мне придешь. Ну, и экшн, то есть, завершение такое, какое-то, ну, мощное, да, что-то, можете какую-то фразу написать интересную, и, конечно же, призыв к действию, вот такой вот мощный, приходи ко мне в команду, и все контакты вы свои пишете, ну, и ставите обязательно хэштеги продающие, да, по которым нужно отдельно рассказывать, в эту тему мы их не внесем. Итак, заголовок, в котором, что мы пишем в заголовке, я сказала, то есть попасть нужно в проблему целевой аудитории обязательно, если вы не попали в эту проблему, то считайте, что вы человека не зацепите, да, то есть кто ваша целевая аудитория, к примеру, у новичков это однозначно новички, да, то есть я новичок, и ко мне придет тоже новичок, то есть новичок это человек, который сейчас сидит, например, и думает, такой же, как я, сидит и думает, как бы мне, вот, решить свою проблему, мне нужен заработок, я хочу построить бизнес, который мне будет в будущем приносить деньги, хорошее материальное состояние, чтобы я ни в чем не нуждался, и мои дети тоже. И пишешь, ты ищешь бизнес, который будет тебе приносить, рам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, с этого урока вы можете бизнес даже не начинать, потому что когда целевая аудитория не определена, вы не знаете, кому вы что будете продавать, это полный бред, и никогда люди, которые не работают с конкретной целевой аудиторией, не добивались никаких успехов. Вот подумайте, если вы еще свою целевую не прописали, вы думаете, может быть, почему-то у вас что-то в бизнесе не идет так, как вам хочется. Итак, вы обращаетесь к целевой аудитории, задаете вопрос, и читатель должен узнать себя, то есть это его боль вы должны затронуть, не свою, а его боль. Интерес и вовлечение. Обязательно нужно вызвать интерес к вашему предложению, изложив суть его проблемы и эмоции, вызвав с этой проблемой. Надо помнить, что люди покупают что? Не сам товар, не саму услугу, они покупают результат. И вот этот результат и нужно показать, то есть, что благодаря вот этому продукту, который вы приобретете у меня, да, это может быть бизнес, товар, не важно что, вы получите какой-то результат. То есть результат обязательно нужно прописывать. Да, если это бизнес, то вы хотите путешествовать, вы получите путешествие, там, на Мальдивы, Испания, там, следующее у нас, что, Сингапур, вы получите. Если это какой-то товар, да, например, ребенка, проблемная кожа, маленькая, потому что, ну, на все у него аллергия, да, то есть вы устали от того, что ваш ребенок страдает аллергическими реакциями, вот наш крем, там, допустим, сможет решить вашу проблему, то есть вы будете спокойны, да, то есть родитель покупает не сам крем, он покупает ту эмоцию, которую ему даст этот крем, а крем этот что ему даст? Спокойствие, он не будет переживать и думать, по каким врачам, аллергологам ребенка возить, водить, потому что у него там кожа сухая, да, атопия у него, к примеру, то есть вы решите эту проблему человека и продадите ему вот эту эмоцию, вот это самое и основное, да, что вы продаете на самом деле, что продуктов много, но они должны удовлетворять эмоциональные потребности человека. Решение проблемы, расскажите о своем продукте, о выгодах, которые получит клиент, купив у вас, почему именно у вас и почему именно сейчас, и отзывы, примеры благодарных клиентов, собирайте отзывы, они очень круто, кстати, работают, они работают круче всяких продающих постов, потому что если у вас, например, основная задача продать товар, то отзывы это только вот для вас, то есть кто-то пользуется, друзья, знакомые, подруги, всех собирайте отзывы, клиенты, собирайте отзывы, скриншотте, и чем их больше будет, тем, конечно, к вам доверия, у покупателя будет больше. Если это бизнес, то, конечно, собирайте отзывы, видеоотзывы, или, опять же, пишут слова благодарности, например, человек благодаря вам вышел на какой-то уровень, просите его написать отзыв. Это прекрасно, замечательно, и люди это тоже любят, видеть, что вы даете другим людям, почему он должен к вам прийти. Сроки, дедлайны, да, то есть люди склонны откладывать решения, есть такая интересная фраза, люди не машут крыльями, если можно ими не махать. Поэтому вы обязательно скажите человеку, что они могут потерять, если не воспользуются сейчас. Слово потерять на человека очень сильно воздействует, и люди не любят, что потерять, поверьте. Поэтому, ну, если взять пример с товаром, то только сейчас длится такая акция, и вы потеряете 5 видов кремов, да, к примеру, если вы сейчас не воспользуетесь, не сделаете заказ. Вот таким вот образом. Если вы сейчас, например, не обратитесь в мою команду, то я уже наберу там, допустим, самых основных, и я не подарю, допустим, свою книгу, или какую-то очень хорошую передающую информацию, то вы ее упустите, я вам ее не подарю. То есть вот такие вот моменты, они очень хорошо работают. И экшен, что нужно сделать человеку, да, то есть в конце, какое действие. Пропишите четкий алгоритм действий, потому что люди не очень любят думать, да, им нужно написать, чтобы связаться со мной, нажми, пожалуйста, сюда, причем давать много вариантов. Обязательно у вас должны быть во всех соцсетях возможных, вы должны присутствовать. И присутствовать не просто, допустим, оформили соцсеть, и туда не заходите. Нет, если вы хотите бизнес строить, то какому-то человеку удобнее связаться с вами, там, в скайпе, кому-то в телеграм. Вы должны дать людям все возможности. У вас должно быть прописано, каким образом с вами связаться. Или, например, скрипт действий, да, чтобы получить, например, скидку сейчас 33%, нажмите вот на эту ссылочку, перейдите, заполните, допустим, анкету, и так далее, и тому подобное. То есть люди любят четкие действия, не привыкли так жить. Если вы им не будете давать что-то размытое, им придется вас искать, им этого делать, в большинстве своем не будут. Поэтому облегчите людям какие-то действия, которые вы можете им облегчить. Да? Как же определить наши темы? Во-первых, давайте начнем с того, что мы темы никогда не определим конкретно под вашу целевую аудиторию, если вы не знаете, кто ваш аватар, кто ваша целевая аудитория. То есть первая тема, целевая аудитория, мы четко прописываем наш аватар, выделяем самый основной, их, конечно, может быть несколько, но подумайте о том аватаре, который ближе вам всего. Причина перехода, регистрации, то есть пропишите, вот возьмите целевую аудиторию, на моем примере, моя целевая аудитория, это лидеры других сетевых компаний. Почему они должны прийти именно ко мне, именно в мою компанию? То есть, собственно, школа онлайн, допустим, уникальная, компания, которая постоянно развивается, компания, в которой есть премиальная система до миллиона евро, компания, в которой есть, например, автопрограмма, любая марка, которая легче выполняема, чем в других компаниях, где есть квартирная программа, у которой нет ни в одной другой компании, и так далее. То есть пишите минимум 10 причин, почему конкретно ваша целевая аудитория должна прийти к вам. Да? Я на своем примере сказала, вот вы под свою целевую аудиторию уже это подстраиваете. Что важно вашей целевой аудитории? Например, что человеку важно, чтобы его взяли за ручку, обучили, а он не ходил, не искал. Важно, чтобы это был, допустим, методика работы в интернет, онлайн. К примеру. Что важно ему еще? Ему важно путешествовать очень много. Да? То есть моя целевая аудитория, аудитория очень похожа на меня. Я обожаю путешествовать. Ко мне будут притягиваться такие же люди, которым это интересно. Я знаю, что это так и есть, потому что люди, которые приходят ко мне в команду, они все обожают путешествовать. Не знаю, может кто-то из вас не любит. Если не любите путешествовать, поставьте плюсик. То есть если вам не интересны наши программы, путешествия, поставьте, пожалуйста, плюсик. Посмотрим, сколько из такого большого количества гостей у нас будет плюсиков. Дальше. То есть вот такие моменты вы все прописали. Должно быть минимум 10 причин, почему важно прийти именно к вам. Вот пример, да? Например, почему я должна перейти из одной компании в другую? Лучший маркетинг план. Два раза быстрее можно на премиальные уровни выходить. В 2-3% выплат премии больше. И по каждой причине, по каждой причине вы можете написать несколько тем постов. То есть, например, рассказать про маркетинг-план сравнения с другой компанией. Причем это же может быть несколько вариантов. То есть вы можете в одном один пост, точнее, вы можете на одну тему сделать 10 постов. Вы можете взять с одной компании сравнение. Вы можете записать видео. Вы можете записать это в тексте. Подставить картинку какую-то. То есть это обязательно нужно рассказывать лидерам других компаний, потому что им интересно, почему я должен в принципе переходить сюда. То есть на каждую вот эту тему, о которой я говорила, можно написать несколько постов в различных вариациях. Вот вам, пожалуйста. Например, причина перехода регистрации еще возможность приносить пользу взрослым и детям. Смотрите, я не считаю, что это неэтично. Неэтично поливать грязью другие компании. Вот это неэтично. Но если вы как предприниматель можете показать пример, сравнение, действительно выделить плюсы и показать их и рассказать, то здесь ничего неэтичного я не вижу. Потому что вы не говорите о том, что в той компании плохо это, в той компании плохо то. Вы просто показываете сравнение и рассказываете людям о преимуществах. И грамотный лидер, он всегда выделит, у дома нужны ли ему эти преимущества. Или ему стоит остаться в той компании, потому что ему важны другие преимущества. То есть, понимаете, вы можете одну и ту же тему преподнести. Я почему говорила, что нужно все делать корректно и уважительно. Потому что однозначно есть конкуренция. Но вы должны конкурентом быть корректным. То есть не нужно ни в коем случае никого оскорблять. Но свои плюсы вы можете показать. Опять же, можно показать по сравнению с какой-то компанией. Но вы должны тогда в этом грамотно разбираться. Не просто так показали. И поэтому эту тему вы берете и носите. Допустим, один раз в неделю вы пишете свои плюсы. И людям показывает. Также вот наша компания приносит пользу взрослым и детям. Это безопасная продукция. Сейчас органика и эко-продукция в тренде. Потому что сейчас люди переходят, стараются на здоровый образ жизни. Хороший состав. Гипоаллергена. Опять же, это может быть как один пост. А можно разбить на несколько постов. Вполне. И каждый момент аргументировать. Пять аргументов привести. Пять фактов. Вот я несколько тем постов скажу. Которые конкретно касаются, например, компании Биоси. Где находится производство компании. Как и кем сертифицирована продукция компании. Почему продукцию Биоси легче предлагать. Почему она приносит пользу детям, взрослым. Насколько безопасна. Насколько продукция гипоаллергенна. Сравнение состава серии перфекцион с каким-то другим товаром, например. Сравнение состава детской серии с каким-то другим товаром. Вот это все можно на каждую эту тему сделать хороший пост. Идеальное написание. Сначала мы пишем в черновик. Потом обязательно редактируем. Потом разбавляем историями и деталями. И обязательно должна быть картинка. Картинку я советую делать. Собственную свою. Научиться делать хорошие фотографии качественные. Ничего сложного там нет. Сейчас телефоны такие, что делают хорошие картинки, фотографии. Есть куча программ, которыми можно их обрабатывать. Есть куча программ, в которых можно делать красивые посты. Я рекомендую Canva.com или Photoshop, естественно. И делать красоту. Красивые картинки. Картинки рекомендую делать квадратные. И чтобы они не отличались формой друг от друга. Чтобы гармонично все это осмотрелась вся ваша история. Особенно, конечно же, в Instagram. Ну и обещанный бонус. Кому интересен этот бонус? Кто досидел до конца? Кто дослушал? Сейчас поставит плюсики и получит бонус. Итак, ставим плюсики. Кому интересна была тема, которую я рассказала? Ну и, конечно же, эти люди получат бонус. Готовые темы по стоп. Так, хорошо. Я вижу, что есть реакции. Значит, люди слушали. И, значит, люди действительно... Людям интересно то, что я рассказываю. Я с удовольствием вам эти темы сейчас дам. Потом мы зальем это видео на канал YouTube. И темы постов мы бонусом тоже там прикрепим. Хорошо. Я рада, что вам интересна эта тема. Ну, вот такие темы. То есть, моя целевая аудитория – это лидеры других компаний, которым интересно много моментов. Эти моменты, они очень хорошо работают. То есть, для людей интересно, почему конкретно они должны менять компанию свою на нашу. И вот этим вы можете их привлечь. То есть, показать возможность. Значит, какие-то темы. Что мне нравится в бизнесе? Да, то есть, можно описать конкретно, почему ты сюда пришел. Свою историю. Люди очень любят свои истории. Бонусы. Да, вот тут у меня в прямом эфире спрашивают. Бонус – это готовые темы. По поводу переманивания. Что я вам хочу сказать? Переманивание – это когда ты навязываешь человеку, что ты должен прийти сюда. И все. Если человек рассказывает на своей страничке о том, что в моей компании есть вот такие-то преимущества, то человек, который пришел и начинает это читать, он, значит, уже задумался о том, что ему хочется что-то поменять в своей жизни. И никогда не нужно путать партнерство с компанией, с партией. Да, с партнерства, вот как в советские времена, это была партия Ленин, мы не предадим. Не путайте, пожалуйста, бизнес и какие-то другие вещи. Потому что бизнес есть бизнес. Вы партнеритесь с той компанией, которая дает вам возможности, которую устраивает конкретно вас. И поэтому вы здесь зарабатываете деньги, вам что-то нравится. Если вам перестают нравиться какие-то условия, вы вправе расторгнули договор с любой компанией и найти те условия, которые, опять же, нравятся вам. Это бизнес, это партнерство. И компания точно так же является вашим партнером. То есть пока вы устраиваете вашу компанию, она дает вам какие-то определенные денежные моменты, да, привилегии. Как только вы нарушаете хотя бы один регламент, компания вправе вас удалить и забыть о вас. Поэтому не надо путать компанию и маму. Компания – это ваш партнер. Относитесь к бизнесу, пожалуйста. Ну, это моя рекомендация, конечно. Относитесь к бизнесу, как бы к бизнесу. Не путайте ее с какими-то другими взаимоотношениями. То есть если вы являетесь партнером какой-то компании, и вас что-то не устраивает, вы имеете право пойти на другое хорошее предложение. Это нормально, потому что это ваша жизнь. Вы здесь зарабатываете деньги. Но человек – это не марионетка. Вы его ни в коем случае не можете заставить куда-то перейти, если он не видит в этом возможности. Поэтому если вы грамотно покажете возможности, и человек увидит для себя, что ему это нужно, то он к вам может прийти. А может остаться там, если его это тоже устраивает. Это мое личное мнение, которое сложилось, как бы, да, благодаря многим тренингам, благодаря многим видам обучения. То есть я себя считаю бизнесвумен, и я могу в какие-то моменты рассуждать на них и предлагать вам такой вариант. У каждого, конечно, уже свое мировоззрение складывается. Поэтому вот эти темы, я их сейчас все не буду перечислять, но это те темы, которые разработаны с учетом моей целевой аудитории. Но я думаю, многим из вас под вашу целевую аудиторию, те, кто работает в нашей компании, да и те, кто может быть в других компаниях, тоже можно под себя это, ну, скажем так, переделать. Вот эти все темы, если кому-то удобно, сделайте сейчас скриншот. Вот я тоже оставлю на одну минуточку, чтобы вы успели сделать скриншот. И повторюсь, что обязательно, в первую очередь, когда вы пришли в бизнес, определите свою целевую аудиторию. Это важно везде, чтобы вы не распылялись. Вы не можете продавать свой бизнес всем и каждому. Вам должно быть с людьми, которых вы приглашаете к себе, вам должно быть комфортно. Поэтому это очень важно. Скажите, пожалуйста, кому была интересна эта тема и кто для себя много понял. Есть ли у вас какие-то еще вопросы? Потому что мы же должны закругляться. Я вот сейчас вам эти все темы даю, чтобы вы их немножечко заскриншотили. Как вы можете, в какой последовательности вы можете эти темы ставить? Пробуйте, потому что нет четкой, конкретной какой-то системы. Утром вы можете ставить, допустим, по бизнесу с понедельника по пятницу. Вечером вы можете какие-то развлекательные моменты. И, допустим, на следующее утро опять бизнес и чередовать его уже с какой-то полезной информацией от специалиста. И вы будете смотреть, на какие ваши посты люди реагируют. Потому что это очень важно. Когда человек приходит к вам на ваш личный бренд, на ваш пост или на какую-то соцсеть, вы, пожалуйста, анализируйте, выясняйте у человека, каким образом, что его зацепило. То есть если его это зацепило, значит, это будет работать и дальше. Значит, ваша целевая аудитория была удовлетворена. Хочу сказать вам огромное спасибо, что вы пришли на этот вебинар, что вы досмотрели до конца. Я надеюсь, что я была полезна. Запись обязательно будет на моем канале YouTube. И все, кому нравится, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Мне будет очень приятно. И вы можете задавать любые вопросы под этим видео. Я обязательно отвечу. Если не сразу, то не обижайтесь. Но я обязательно отвечу. Если есть какие-то вопросы, то пишите мне в личку. На моем канале YouTube есть тоже все, все, абсолютно все контакты, как вы можете со мной связать. Можешь мне подсказать, что я должна вам послать поцелутик. По старой доброй традиции. Всего хорошего. Надеюсь, что было вам полезно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok